Так, благодарю. Доклад мой больше связан с военной тематикой. Печаталась не совсем чётко, поэтому я буду поглядывать почаще, чем думал. Начну. Вперёд с 1939 по 1941 год королевство Югославия находилось в чрезвычайно сложном положении. В течение почти двух лет ему удавалось избегать вступления в кровавую бойню, которой была война, имеется в виду Вторая мировая. Зная, что государство не готово к полномасштабной войне с Германией и её союзниками, правительство королевства всеми способами старалось избежать участия Югославии в войне и сохранить её государственную целостность. Ориентация на прежних союзников международной политики, благодаря которым Югославия получила свою государственность и суверенитет после Первой мировой войны, Францию и Англию не внушала особой надежды. Так как оба прежних союзника не предоставили Югославии помощь в том размере, о котором их просило её правительство. В свою очередь, отношения с другим мощным игроком мировой политики, в том числе Европейской ССР, у Югославии на тот момент только начинали складываться. При этом прежние Европейские союзы, оберегавшие Югославию, Малая Балканская Антанта, пали и исчезли с карты Европы как военно-политические объединения. И в таких условиях Югославия была вынуждена всё сильнее сближаться с государствами ОСИ, участниками Тройственного союза, в частности с Германией и Италией. И вот, наконец, пришло время, когда Югославия должна была сделать выбор, который определил бы её последующую историю, примкнуть к Тройственному пакту или нет. И в конце концов, правительство Югославии, желая сохранить своё государство, выбрало первый вариант. Только он оказался для данного государства роковым, поскольку он как раз и привёл Югославское государство к тому, чего оно хотело так сильно избежать – участию в войне. Судьбоносное присоединение Королевства Югославии к Тройственному пакту, а именно подписание документа о присоединении, состоялось 25 марта 1941 года в Вене. Среди основных положений, подписанного в Вене соглашения Югославии с Германией и Италией, можно выделить следующие важные моменты. Положение первое. Югославии со стороны ОСИ гарантировали её государственная целостность и суверенитет. Положение номер два. Германия и Италия не требовали от Королевства Югославии прохода своих войск через её территорию. Положение третье. От Югославии не требовали никакой военной помощи государством ОСИ. И положение четвёртое. В качестве награды за присоединение к Тройственному пакту Югославии в скором будущем был обещан морской порт в Салонике, что в Греции. Также следует обратить особое понимание на то, что третье и четвёртое из названных позиций были оформлены отдельными секретными протоколами к подписанному 25 марта 1941 года пакту. И потому должны были храниться в тайне. Подвергать их огласки запретил сам Гитлер. Так что уместно будет здесь сказать, что в самой Югославии на тот момент не в полной мере представляли, что означает достигнутое соглашение с ОСИ. Правда, уже на следующий день, 26 марта, в Белграде начались массовые демонстрации против подписанного соглашения. Народ Югославии воспринял присоединение к Тройственному пакту как предательство национальных интересов. Следует отметить, что в своём большинстве с заключённым пактом было не согласно население Сербии, в то время как в Хорватии и Словении, как в составных частях Королевства Югославии, такого неприятия и брожения народных масс не наблюдалось. Этот факт вполне объясним, так как хорватские и славянские представители ещё на заседании правительства 6 и 20 марта 1941 года соглашались с необходимостью договора с Германией. Начавшиеся 26 марта народные волнения в Белграде достигли высшей точки напряжения 27 марта, когда жители столицы Югославии провели многотысячное шествие против присоединения своего государства к ОСИ. Шествие прошло под лозунгами «Боле рад – негу пакт», «Что значит лучше война, чем пакт», «Боле гроб – негу роб», «Лучше могила, чем рабство» и «Савис с Русием», то есть Союз с Россией. В результате серьёзных народных волнений группа высших военных офицерских чинов совершила государственный переворот. Лидером переворота оказался генерал воздушных сел Югославии Душин Симович. Торжественно и официально народы Югославии объявили о том, что отныне верховная власть в государстве принадлежит королю Петру II Каргеоргиевичу, который на тот момент не мог быть королём, так как был несовершеннолетен. Однако это не остановило сторонников путча, ведь юный король был номинальным правителем, в то время как реальной властью в стране обладал Душин Симович. И как раз его обязанностью было сформировать новое правительство Югославия. Прежде всего правительство Симовича ликвидировало регенство, управлявшее государством до путча 27 марта. Принц-регент Павел Каргеоргиевич, дядя Петра II Каргеоргиевича, в тот же день покинул Югославию. Состав прежнего правительства Драгиши Цетковича изменился, оттуда были убраны приверженцы регенства из представителей сербских политических партий. Проводимая чистка сербского правительственного звена не коснулась его хорватской и славянской части, что примечательно. Представитель политических партий Хорватии и Словении остались на своих государственных постах. И даже более того, по личной просьбе Душина Симовича вошли в состав нового правительства. Современные исследователи, в частности Гибианский, объясняют такой поступок Симовича тем, что глава нового сербского правительства старался заручиться доверием со стороны политиков Хорватии и Словении, осудивших государственный переворот. С другой стороны, согласие хорватских и славянских политиков войти в правительство Симовича объяснялось их стремлением к сохранению подписанного сосью пакта. Дополнительной причиной включения представителей политических партий Хорватии и Словении в состав обновленного кабинета министров могла быть ведущая роль, которую они играли в своих регионах. Хорватская крестьянская партия ХСС и славянская народная партия СЛС были политическими лидерами в своих землях. При этом можно заметить, что сам руководитель ХСС Влад Кумачек не слишком торопился войти в состав нового правительства, так как его официальный приезд в Белград в качестве первого премьер-министра состоялся более чем через неделю после путча. До этого, как известно по историческим источникам, таким как отношения между Югославией и СССР с 1941 по 1945 год, руководитель ХСС выжидал, как будут развиваться события, и обменивался информацией с представителем и послом Германии в Югославии фон Хейреном. По сообщениям высших государственных деятелей Югославии, королевство в этот период было наводнено немецкими шпионами, которые зорко следили за действиями правительства. Значительную помощь германской агентуре оказала пятая колонна Югославии, которая присутствовала во всех областях страны. И, в принципе, одним из ее видных деятелей можно назвать и Влад Кумачека. Относительно высшей политики правительства Душина Симовича можно заметить, что на первый взгляд она была противоречивой и сложной для понимания. Новое правительство должно было определить характер своих отношений со странами нацистского блока, а также с Англией, Америкой и Советским Союзом как основными мировыми политическими лидерами. Что касается отношений с государственными оси, гитлеровской Германией и фашистской Италией, правительство Душина Симовича признало подписанное 25 марта 1941 года в Вене военное соглашение. Вышло так, что правительство, которое сформировалось на фоне народных волнений из-за принятия Югославии тройственного пакта, признало настоящий пакт как свершившийся факт. Можно назвать ряд причин такого решения югославского правительства. Прежде всего, в составе нового правительства были политики, еще недавно призывавшие к заключению Югославии союза с Германией. Возможно, признав соглашение с Осью, правительство Симовича хотело добиться отсрочки неизбежного военного столкновения с Германией и с ее союзниками. Таким образом, лучше подготовиться к войне с ними. В таком случае заявление правительства Душина Симовича о добрососедских отношениях с Германией являлось лишь пылью в глаза Гитлеру. Подтвердить указанные предположения могут некоторые факты, касающиеся отношений Югославии с Англией и США в этот период. Этим государству не удалось воспрепятствовать подписанию соглашения 25 марта 1941 года. При этом свержение правительства Церковича данные государства приняли с воодушевлением и обещали оказать Югославии всю возможную помощь. К тому же правительство Югославии хотело заключить дружественное или даже военное соглашение с СССР, так как югославские политики искали для своего государства сильного политического союзника, с которым Югославия сможет выступить против Германии. Особенно в свете таких отношений Югославии со всеми вышеназванными игроками внешнеполитической арены был вопрос о поставках вооружений. Ранее Югославия пыталась решить данный вопрос при помощи закупки оружия у Франции, Англии и США и даже у Германии, однако безуспешно или с небольшим успехом. Это было связано с тем, что Франция и Англия самим не доставала вооружения, так как шла война, а США слишком долго принимали биль о ленд-лизе по поставкам оружия для югославского государства. Подобную точку зрения можно встретить в работе политика США в Югославии в 1941-1945 году, авторы Юнгблюд и Костин. Несмотря на заключенные 5 апреля 1941 года между Югославией и СССР договоры о дружбе и ненападении, вопрос вооружения не смог разрешить Советский Союз. С одной стороны, в день фактического подписания этого договора Германия и ее сателлиты уже напали на Югославию. С другой стороны, СССР был очень нерешителен, опасаясь ухудшения советских-германских отношений и нарушения договора о ненападении заключенного с Германией 23 августа 1939 года. После подписания Югославии договора о присоединении к Тройственному пакту ей оставалось существовать всего 23 дня, из которых 21 день функционировало правительство Душина Симовича. Его деятельность закончилась вступлением Югославии в войну, в которой она потеряла свою государственность и суверенитет. Политика нового правительства, направленная на то, чтобы усидеть на двух стульях и наладить партнерские отношения со всеми государствами, привела Королевскую Югославию на этот раз к краху. Время югославского участия в движении неприсоединения еще не наступило. Да и было ли оно возможного в то время? Ведь Югославия в силу своего географического и связанного с этим стратегического экономического положения не могла долго проводить политику нейтралитета, пусть даже вооруженного. Не могла она и вести линию лавирования, так как осталось бы в этом случае без какой-либо молниеносной союзной помощи. Правительство, пришедшее к власти после путча, действовало по образу тактики своих предшественников. И, судя по нему, не имело собственной политической стратегии, которая помогла бы избежать вступления в войну. Неудачи правительства Душина Симовича во внутренней и внешней политике определили крах Королевства Югославии и зарождение нового государства, образованного на территории бывшего королевства под именем Федеративная Народная Республика Югославия. Таким образом, действия правительства Симовича можно оценить по формулировке и пакт, и рад, что значит и соглашение, и война. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. У меня есть вопрос о просьбе. Вы, когда мы закончим, подойдите ко мне. Просто единственное, хотелось бы добавить, что, может быть, имело смысл сказать о том, что это просто была гигантская провокация, в том числе при помощи американских спецслужб, организованной. И когда она не удалась, то Гитлер, это привело его в бешенство, и вот он, собственно, и напал, как пероломлено. И бомбило Дубрад в 6 апреля. Мне кажется, это тоже ты скажешь. Ну, там у меня американская спецслужба, британская тогда. Ну и... И, кстати, британские организовали путь. Фу, извините, не путь, конечно, вот это вот свержение. Хочет попарировать, немножко по фактам, да. Потому что тоже взял какой-то уже пласт работ. Насчет причастности британцев, да. Тут они спорят и с американскими, кто здесь все-таки устроил. Во всяком случае, произвели переворот генеральские верхи. А уж кто у них там был в друзьях, силы, они и сами были немалой силой. Потому что участие СССР в данном перевороте по сообщениям Суда Платова, который как раз признавал, что был замешан СССР, опровергается нынешними исследователями. Что касается по поводу провокации, то даже признав пакт, правительство Симовича себя не уберегло. Да и страну тоже. Потому что уже 27 марта этого же года, 41-го имеется в виду, директива номер 025 была принята под названием «Операция Марита». То есть это свержение правительства Югославия, ее процеляция и разделение с невиданной жестокостью, по словам самого Гитлера. То есть чья это была провокация, с какой стороны она шла, это один вопрос. А вот к чему она привела, это другой вопрос. С результатом здесь больше волновал, потому что эта тема заинтересовала по тому факту, что одно правительство, которое не смогло разрешить данный вопрос и в конце концов все-таки пошло на подписание этого пакта, было сменено другим правительством, которое оказалось еще больше нерешительности и растерянности по тому, как действует в данной ситуации. Потому что это можно расценивать как откровенный полюбок в лицо Гитлеру. Само событие, именно переворот 27 марта. И здесь ознакомился с книгой Василия Крестича «Непознать и март». Тоже хорошо написано, и там это все вскрывается. И секция, в которой я подавал это выступление, «Диалог и согласие как инструменты развития общества», она подходит, поскольку вот как раз диалога и согласия не было как внутри Югославии в тот момент времени, так и снаружи не оказалось. И это привело к такому закономерному факту, что в свою очередь, да, сыграло положительную роль для будущего движения сопротивления и уже складывания нового государственного формирования. Да, тут еще хочу, хочу сказать, что, конечно, сам по себе и в Ласаеве была, действительно, там был полный разброд, естественно. И тут можно вспомнить слова опять Николая Сербского, который называл ее величайшим коллективным возбуждением 20 века, потому что сербы с великодушиями, с народами, которые по менталитету совершенно отличались от них, с хорватами и словенцами. Но, кроме того, правительство Симовича, предыдущего, оно, конечно, было марионеточное во многом, потому что менталитет настоящий мог только король Александров все-таки проводить, но его убили именно поэтому, поскольку он старался объединить и славянские и другие православные народы и создать некую третью силу противореческих европейцев.